всех приветствую в этом видео хочу поговорить порассуждать о том какой осциллограф лучше выбрать в 2022 году аналоговый цифровой или usb осциллограф поделиться своим опытом хочу опыт достаточно богатый в общении с осциллографами работы с ними и в целом рассказать на что нужно смотреть и на что обращать внимание начну с аналоговых осциллографов кажется 22 году имеет ли смысл приобретать аналоговый осциллограф рассматривать мы естественно будем только рынок поддержанных осциллографов бэушных так как современные современные новые аналоговые осциллографы во-первых их мало во вторых они беспредельно дороги так что остается рассматривать только отечественные советские экземпляры или ранние российские но имеет ли смысл покупать их или нет тут все очень индивидуально и очень много переменных не секрет что в таких осциллографах часто можно найти драгметаллы золото конденсаторы типа км что не обоснованно или обоснованно повышает их цену но не потребительскую цену а цена на драгметаллы так какой-нибудь 65 осциллограф или 71 до который до 100 мегагерц может стоить 20 тысяч их могут продавать 15-20 тысяч это значительно выше чем их эксплуатационная цена поэтому такой осциллограф хорош но не за такие деньги купить его трудно дешево покупать кусанный осциллограф это себе дороже он нормально уже работать не будет замененные даже если заменить емкости на новые покопаться в принципе оживить можно но могут быть вылазить всякие бока проблемы и в итоге можно с ним намучиться сильно поэтому стоит рассматривать может быть осциллографы которые не так много содержит драгметаллов вот вот этот 67 осциллограф я купил в 14 или в 15 году это мой самый первый осциллограф который я купил привлекла цена и близость то есть он находился недалеко можно было доехать на троллейбусе в другом другом городе стоил тогда полтора полторы тысячи в принципе если очень хорошего поискать и подождать сейчас я вам за такие деньги купить полторы две тысячи может быть две с половиной но это нужно смотреть параметры у него следующий один канал и 5 мегагерц достаточно хороший запас яркости трубы вот максимальное значение ну ширина трубки не очень большая дисплейчик сейчас вот линейку возьму продемонтирую как у 73 осциллографа в общем для начинающего радиолюбителя или для каких-то нерегулярных нужд использования осциллограф очень даже подходящий с недостатков я бы отметил габариты вот его размеры по отношению к акипу силен то умеет этот осциллограф все то же самое что и 73 единственное что размер больше и плюс еще у него есть калибратор больших таких колоссальных различий больше нет питается от напряжения сети о 220 вольт один канал многие вот скажут нужно обязательно осциллограф с двумя каналами ну тут двоякая если осциллографом планируется работать регулярно и это действительно востребовано тогда стоит поискать с двумя каналами если же это для таких небольших ремонтов каких них наладочных нужд одного канала более чем достаточно но еще какие варианты вот такие проверенные саллограф 72 с 172 в нем абсолютно отсутствуют драгметаллы поэтому он не интересен афинаш никому драгметальщикам и такой осциллограф вот сейчас на 22 год можно купить спокойно за полторы тысячи и пользоваться минус у него один что он свистит это такой поющий осциллограф преобразователь немножко свистит сделать этим практически ничего нельзя но если он не работает сутками то голова болеть не будет покупала таких осциллографов три штуки два на работу один в мастерскую на даче такой осциллограф из разряда не жалко еще за одним ездили когда-то в балаклаву с товарищем тоже приобретали в общем достаточно живучие простые все платы внутри доступны можно легко проводить какие-то манипуляции необходимый там ремонт замена емкости к 50 обязательно то есть достаточно удобно дорогостоящих деталей нет тоже вам до 5 если не ошибаюсь до пяти мегагерц может даже до 10 надо посмотреть по моему даже до 10 мегагерц и вполне его можно использовать трубка размер похожие но не прямоугольная круглая все что нужно там есть размер примерно такой же он чуть-чуть чуть 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 ниже но чуть чуть шире какие еще такие бы предложил из дешевых ну вот наверное вот такой 73 который мы рассматривали в другом видео будет стоить значительно дороже потому что он зеленый внутри из сегмента подороже очень хороший осциллограф 65 и еще лучше 65 а когда-то свою бытность покупал такой осциллографами на 65 запас яркости просто сумасшедший был труба жарит состоял этот осциллограф тоже у меня тут но потом его украли когда я его перевозил остановился сходить на рынок вернулся осциллографа нет но драгметальщики увидели утащили такой осциллограф жалко очень очень хороший был до 65 до 25 мегагерц или до 40 а 65 а до 50 мегагерц очень хорошие тоже параметры даже на сегодняшний день 71 очень мощный очень хороший осциллограф но найти его очень трудно редкий ну это за разряда 67 62 из двухканальных есть осциллограф с 1 93 это уже очень серьезно сейчас покажу на экране вот так он вот тут выглядит но я к недостаткам со всеми очевидными преимущественными огромным огромной трубкой двумя каналами высокой частотой у него есть такой недостаток со временем вздыхают преобразователи и бывает шьет трубу там залитый такой трансформатор чек есть который может неожиданно умереть и сделать практически с этим ничего нельзя либо искать на разборке такой же либо что-то придумывать самому делать внешний хотя по характеристикам показателям осциллограф отличный размер вот у него примерно как у 67 но зато большую часть занимает именно дисплей ну это трубка конечно кстати у 73 тоже такая проблема есть высоковольтный преобразователь высоковольтный преобразователь трансформатор тоже может умереть тут вот эти вещи нужно конечно почитать по формам посмотреть какие достоинства вернее какие бывают детские болезни у этих осциллографов однозначно не рекомендую покупать осциллографы типа омл 2м бмк такие детские какие-то которые выпускались ширпотребовские такие для радиолюбителя словах радиолюбителя это не осциллограф это пробник управление не ручками а кнопками это вообще не не рассматривается к этому не привыкните не сможете нормально пользоваться плюс там частота какая-то смешная и в общем это только для какого антуража или для ностальгии стоит покупать к тому же на авито их продают неадекватно там по 500 по 1000 рублей пытаются продавать хотя но это не осциллограф это не знаю чем сравнить даже поэтому вот аналоговый осциллограф в принципе что у них еще можно сказать про аналоговый осциллограф важно то что тут нет никаких цифровых преобразователей то что на экране то и в реальности никаких торможений нет по сравнению с цифровыми особенно дешевыми цифровыми осциллографами где сложный сигнал будет он вырисовывать с трудом ну и соответствующие нет никаких достоинств фурового осциллографа вот это что хочу сказать еще из советских таких ширпотребовских осциллографов можно посмотреть 112 118 двухканальный осциллограф но они должны быть не замученные внутри там тоже все достаточно дешевая элементная база корпус пластиковый если такой брать то в идеале либо с хранения новый либо соответственно использование замучены лучше не брать его практически ну очень много труда нужно чтобы его привести в нормальное нормальный вид потому что внутри сделан дешево хотя снаружи очень даже неплох тот же 112 еще и встроенный мультиметр имеет напряжение по моему напряжение сопротивление можно мерить пользоваться им практически невозможно да и долго это переключать легче взять обычную обычный тестер но тем не менее такая функция есть может быть когда-нибудь и вручает все-таки я склоняюсь больше вот к таким моделям 72 67 65 тут на опыте основывается вот такие мои заключения не очень я понимаю юсб осциллографы и всех преимуществах их относительной дешевизне высокой частоте полосе там и 100 и больше мегагерц занимает мало места но все-таки пользоваться сциллографом без ручек без тактильного эффекта очень трудно какие-то программки да это все сохранять на компьютер можно с на огромном дисплее в мониторе это все смотреть как угодно растягивать там все зависит от цифровки в карман положила пошел но все равно вот как-то пользовался таким правда дешевеньким хантеком но не пошло я не понимаю вот это как на ручками как без ручек вернее мышка это все дело изменять крутить поэтому мне лично это дело не нравится прибор должен быть отдельным прибором в отдельном исполнении без всяких приблуд к тому же но транспортабельность такого осциллографа тоже вопрос а компьютер то все равно нужно это программа это по это как какая-то мощностью компьютера должна быть то есть под каким txp не заработать то есть очень много переменных таких которые как-то вот которых я сомневаюсь вот еще можно рассмотреть цифровые осциллографы у них тоже сегодня так все не так однозначно вот сейчас тут на экране осциллографа кип одно время на работе купили таких осциллографов 10 штук в мою службу еще на мастерских наверно штук 20 и всем мы были довольны для наших вот таких относительно скромных нужд осциллограф отлично работал пока не произошел такой вот падеж дохнет микросхема памяти там отваливаются какие-то в них сектора их приходится перепрошивать это два или три года лежал этот осциллограф потом все-таки смогли отдать или перепрошить его слить прошивку с одного загрузить на другой обновить эту память и он снова заработал но это вот именно такая партия попалась тут тут ничего не сделаешь читал что и других моделей бывают такие проблемы ну тут как повезет а вот два сиглинта а кип это тот же сиглинт он точно такой же два сиглинта у нас работают уже больше десяти лет ну или где-то около десяти лет до не никаких проблем с ними не возникало то есть дешевый сегмент тут там и выборка у него частота выборки меньше и что-то он может не показать и где-то он там на сложных сигналах будет тормозить опять-таки да это все правда но с другой стороны опять-таки покупать какого-нибудь рода и шварц за сумасшедшие тысячи чтобы потом мерить какой-нибудь уинче или смотреть какой-нибудь трансивер к в тоже такое занятие поэтому тут вопрос более сложный во первых они сейчас очень дешевеют вот этого осциллографа я взял за 10 тысяч всего он абсолютно новый но кто-то покупал там он не стал не пригодился и его продали на секундочку того же шестьдесят пятого я покупал за пять тысяч пять пятьсот этот за десять но разница да там в тридцать пять лет между приборами поэтому компактность опять-таки у этого осциллографа вот сравнение с не самым большим шестьдесят седьмым во вторых всякие функции стоп пауза курсоры не надо заморачиваться по клеточкам считать внутренний чистотомер 2 до естественно два канала мат анализ мат анализ нам нужен был только в лабораторных работах так вот никогда сам не приходилось использовать но тем не менее эта штука есть прикручена как-то она работает особенно хорошо на на низких частотах тот же дисплей огромный по сравнению с другими достоинств масса ну тут вот он хоть и написано на 25 мегагерц конкретно эти расшиваются до 100 мегагерц и работают 25 это тоже в общем-то многих случаях с головой достаточно 25 мегагерц не стоит гнаться за чистотой во-первых все осциллографы покажут немножко больше чем заявлено во вторых ну что мерить там на 25 мегагерцах что там что на 100 мерить вот многие гонятся за чистотой опять-таки конечно это вам нужно это вы будете знать если вы выбираете осциллограф первый раз рекомендую на за чистотой не гнаться вот у меня пока особо случаев не было чтобы надо было мерить что-то на 100 мегагерцах то если выход какой-нибудь радиостанции так это и вольтметр покажет есть он там или нет ну это все зависит от ваших личных предпочтений что скажу по цифровым всякие типа ригала типа может такома а кипа вот такой средний дешевый сегмент в принципе можно рассматривать но надо очень внимательно смотреть какие у них есть детские болезни вот так вот мы попали у нас в наш у меня в лаборатории умерло 3 осциллографа это все дело конечно починили но осадочек что называется остался этот осциллограф я купил когда у нас еще ни один из наших не умер поэтому если бы знал сейчас наверное бы такой не взял но в целом по работе мне лично он устраивает относительно недорогой и имеет все функции которые нужны а вообще на по хорошему нужно иметь два осциллографа и аналоговый и цифровой часто встречи часто попадали такой ситуации что аналоговый показывает а цифровой то ли синхронизация какая-то не настроиться то ли какие-то помехи пруд не может вот он не захватывает и все аналоговый он это дело берет поэтому у меня в принципе в личном пользовании дома два осциллографа есть еще один в шеке на даче 72 он там у меня такой дежурный в общем резюмируя скажу что выбираю осциллограф первый раз для себя не гонитесь за большой чистотой за какими-то мега характеристиками постарайтесь найти прибор недалеко от вас и забрать его самостоятельно включить проверить и обязательно смотрите если берете советский осциллограф что внутри если зелье не покусан ли он если покусан лучше откажитесь от такой покупки если заказываете с доставкой то рекомендую брать осциллограф сразу зная что там нет ничего драгоценного если берете цифровой осциллограф тут надо постараться брать новый дело в том что такие приборы крайне плохо поддаются ремонту если там что-то внутри спалили есть вероятность просто не найти какую нужную запчасть ну и не берите какие-нибудь сомнительные вещи типа о м л 2 м такое от этого лучше отказаться ну а вообще стоит может быть даже у кого-то попросить посмотреть что нужно что удобно что неудобно если вы просить не около если где-то живете не в городе то все-таки обратите внимание сначала на советский осциллограф еще вот немаловажное дополнение посмотрите чтобы он хранился не в сырости если он где-то в подвале в гараже лежал несколько лет то может случиться неприятное он отогреется потом перестанет работать поэтому все-таки лучше с домашнего хранения с домашней мастерской домашней лаборатории и замена всех к 50 это как вводится обязательно ну вот на этом наверное и хочу закончить такой обзорчик на осциллограф если будут вопросы пишите в комментарии может быть что нибудь снимем еще более подробное все